привет друзья сегодня у нас с вами не совсем привычное блюдо рагу из говяжьего хвоста честно говоря я уверен что многие уже познали высокие вкусовые свойства этого прекрасного блюда но для многих это будет открытие говяжьи хвосты готовят во всех странах нашей планеты но есть страны которые особенно любят это блюдо в англии франции испании вы обязательно в каком нибудь крутом ресторане встретите в меню подобное рагу давайте мы с вами приготовим это несложное вкусное эффектное и очень полезное блюдо многие могут за вас спросить а чё оно полезное такое да ребята она невероятно полезное дело в том что в говяжьем хвосте находится практически 60 процентов коллагена во время нагревания во время термической обработки коллаген переходит состояние желатина а что такое желатин я уверен что все вы знаете что желатин невероятно полезен для человеческого организма это наша кожа суставы мышцы сухожилия у нас в среднем полтора килограмма говяжьего хвоста относительно этого веса сейчас мы с вами приготовим овощи необходимые для приготовления этого блюда 2 небольших морковки головка чеснока 2 красных луковицы если у вас нет красного лука можете использовать обычные белые репчатые хорошая веточка сельдерея небольшой болгарский перец я предпочитаю перец сорта капи кусочек лука порей не забудьте лук порей необходимо помыть наши овощи готовы большую кастрюлю такую которую вы могли бы поставить в духовку желательно с толстым дном если у вас есть например гусятница или казанок будет вообще идеально добавляем оливковое масло 45 столовых ложек нам необходимо слегка обжарить наши овощи для того чтобы не раскрылись и дали свой максимальный вкус сейчас я добавлю необходимые специи для того чтобы наше блюдо было невероятно вкусно чайная ложка сухого кимьяна или свежего три бутончика гвоздики и буквально две семечки кардамора и чуть-чуть почикаю вот так вот туда чайная ложечка семена кориандра прям целиком два лавровых листа у меня прошло в среднем пять минут посмотрите благородный нагарчик это самое самое вкусное то что сделает наше блюдо невероятно ароматный соус ворчестер столовая ложка если у кого нету ворчестер соус можете не добавлять но я думаю что в каждом магазине уже россии такой соус можно приобрести томатный сок столовая ложка сладкая паприка столовая ложка тростниковый сахар черный перец щепотка среднем чайная ложка соли мы еще с вами будем досаливать но это как бы предварительное так ребятки выключаем убираем сторонку ну ребята пришло время заняться хвостом хвост необходимо разделывать по суставам он кстати разделывается очень и очень легко вот смотрите-ка жирок он нам нужен сейчас на сковородке греем сковородку жирок срезаем на нем и на оливковом масле оливковое масло соль перец мука перчик соль мука температуру меньше шкварочки убирайте так чтобы они не сгорели обжариваем ребята до золотистого цвета обязательно у нас всегда был в меню всегда до вландии очень популярное было блюдо для ирландцев англичан это национальная еда испанцы обожают хвосты так ребята все обжариваем со всех сторон все отправляем на эту кастрюльку стакан красного вина это у нас с вами получается испанско-французский вариант хвоста до выливаем вот сюда сваренный куриный бульон мясо закрыть довели до кипения а ля-ля ну посмотрите какая красотища блюдо еще не готово а выглядит уже просто невероятно да соль добавлю еще пол чайной ложечки соли в общем-то и все пришло время отправлять хвост в духовку выставляйте температуру 150 градусов будем запекать в течение пяти шести часов да да так долго нам необходимо чтобы мясо очень хорошо отделялась от косточки в этом блюде именно это является главная идея это должно быть время очень-очень мягенько но короче говоря я вам все покажу отправляю в духовку да он должен таять во рту именно так именно так на костях не должно оставаться вообще мясо с чем хорошо сочетается это блюдо конечно же картошка пюре сегодня я пожарю картошечку по-французски на винце с чесночком и тому подобное это тоже будет хорошо сочетаться и будет сбалансировано учитывая что мясо наше тушеное соответственно жареная картошка даже картошка фри будет прекрасно также это блюдо хорошо сочетается с рисом ну и с лапшой к нашему сегодняшнему блюду также я буду подавать простой салатик давайте сделаем dressing заливочку пошли сок лимона неполная столовая ложка дижонской горчицы столовая ложка хорошего вкусного меда пол чайной ложечки соус ворчестер много не надо немножко черный перчик щепотка немножко соли немножко при чем закончить свой dressing обязательно попробуйте то есть он должен быть слегка сладковатый солоноватый кисловатый то есть сбалансированная мне вкусная субстанция любая заливка делается по принципу майонеза то есть мы с вами делаем эмульсию однородная масса жидкость не разбивается на фракции это говорит о том что наш соус сделан правильно давайте пожарим картошечку включайте плиту пару столовых ложек оливкового масла столовая ложка нашего замечательного топленого масла будем жарить во французском стиле мой любимый классика соль черный перчик тимьян закрываем крышечкой так у меня прошло минут семь картошечка слегка подрумянилась свежий чеснок нарезаем пятачками 4-5 зубцов белое столовое вино пол стакана все снижаем температуру готовим до мягкости затем температуру повышаем и делаем золотую корочку ребятки прошло у меня уже пять часов не обязательно готовить сегодня на сегодня это блюдо это достаточно долго но если вы хотите порадовать своих близких конечно же начинайте готовить с утра так чтобы к ужину блюдо было готово или же вы можете приготовить сегодня а подогреть и подать завтра это не проблема на вкусовые качества не влияет как всегда оптимизация наша картошечка буквально через несколько минуток она у нас с вами будет готова она уже мягкая сейчас я дам ей последний тач так чтобы она выглядела красиво и хрустящий мягенькая ароматная вот так еще чуть-чуть ну давайте будем смотреть что у нас здесь ля-ля-ля-ля-ля-ля но что скажете ребятки вот обратите внимание мясо очень мягкая нежная ведь она прям кремовая но при этом держится еще на косточке не отваливается идеально и идеально отправляю пока что в духовочку теплую чтобы она не остыла через 5-7 минут картошечка будет готова и начнем с вами сервировать и дегустировать долгий был процесс охота попробовать данька хочешь это первые хвосты ждем очень вкусное простое крестьянское блюдо вот вот о чем я вам говорил она должна отделяться атаку ведь косточка должна быть чистая это первые в жизни хвост ну давай тогда тебе загружу как положено вилочку да со всеми с картошечкой да только маленьком так вот так вот ну вот друзья загрузил с любовью смотрится очень хорошо аппетитно смотрится сейчас я забуду о том что это хвост и попробуем ну что я скажу очень вкусно говяжье тушеное мясо да да заскошение ароматно и сочетание приготовил на гарнир все сочетание все сбалансировано да то есть ты не чувствуешь что она тяжелая жирная или же что-то там выбивается из мелодии да я бы сказал бы что бюджетное блюдо ресторанного уровня правильно так что ребята говяжий хвост это не страшно это очень и очень вкусно готовьте давайте теперь попробую я вот-вот-вот о чем я говорю видите вот эти вот соединительные ткани вот они мягкие о боже мой боже мой ой это очень 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 вкусно ребята очень вкусно так картошечка пюрешка будет идеально как я уже говорил что с такой любовью себе укладываешь покажи как у нас поет знаменитый певец лепестками белых роз себе ложе у стилю очень-очень богатый аромат вино специи томат картофель масло то что я положил лучок свежий идеально идеально просто роскошное блюдо роскошное если хотите удивить своих близких свою семью и гостей например купите несколько хвостов приготовьте их сегодня а на следующий день подогрейте и подадите друзья на сегодня все надеюсь что вам было с нами интересно весело вы узнали для себя что-то новенькое увидимся в следующий раз пока мои дорогие